67-й почетный гражданин Самары. Сегодня Лидии Ерошиной вручили заслуженную награду. Символы самого высокого звания в городе, как и положено, преподнесли глава Самары Елена Лапушкина и председатель городской думы Алексей Дегтя. Поздравить лауреата приехал и первый вице-губернатор Виктор Кудряшов. Потому что это звание, это высшая степень общественного признания авторитета человека. Лидия Сергеевна это человек, который, ну, совершенно точно живет в ритме города. Огромное количество программ, ну, даже не программ, а просто таких добрых дел, добрых действий осуществляется в рамках благотворительной помощи. Заслуженная и очень знаковая награда и присвоение звания почетный гражданин городского округа Самары. Вы действительно достойны этого звания. Мы все вас знаем как профессионального организатора и руководителя. И хочу я вам пожелать, конечно, сохранения вашей энергии, сохранения вашего оптимизма. Слова поздравлений высказал и депутат Государственной думы Александр Хинштейн. По уставу звание почетный гражданин присваивается только одному человеку в год. По общему мнению, победителем избрали Лидию Ярошину и как руководителя, и как человека с активной жизненной позицией. Я горжусь тем коллективом, командой, которая на сегодня решает все проблемы. Ведь проблем в хлебопечении тоже очень много. Особенно последний год нам показал, что бывают задачи, которые нельзя решить, но они решают. И поэтому я очень счастлива тем, что имею такой коллектив. Мы приобрели самарцы достойного почетного гражданина. На примере таких людей мы сами себя воспитываем, берем пример служения Родине. Под занавес работы Думы 6-го созыва депутаты утвердили исполнение бюджета в первом полугодии 2020 года. Газенных денег уже и зарасходовали почти 12,5 миллиардов рублей. Запланированная доходная часть главного финансового документа 2020 года на сегодня составляет 31 миллиард 100 миллионов рублей. Но цифры по году не окончательные. Следующее изменение будет вносить уже Дума 7-го созыва. Глава Самары поблагодарила народных избранников за сотрудничество и вручила почетные грамоты и благодарственные письма, выразив надежду на дальнейшую совместную работу с городским представительным собранием в обновленном составе. Многие депутаты снова идут в райсоветы, но не все приняли такое решение. Мне сложно представить, как я буду вот без всего, без этого. Спасибо вам большое. Это огромный плац жизни, радостный, удивительный совершенно. Согласно городскому уставу, после выборов будут сформированы районные советы депутатов, из которых будут делегированы представители в городскую думу. Олег Зверев, Николай Пифанов, События.